сегодня мы поговорим о мобильных играх то есть во что поиграть в 2021 году на мобильном телефоне а точнее пострелять то здесь я покажу именно шутеры что мобильных играх всяких много там платформеры и так далее но я расскажу о шутерах то есть во что пострелять на телефоне 2021 году в конце и так значит сначала мы значит рассмотрим игру под названием рогу рогу и компания то есть эта игра она на компьютере там пом на приставках и решили они наконец выпустить ее и на мобильном ну а такая как бы я в нее играл в эпик games бесплатно она вообще бесплатно не по-моему есть даже ну такая стрелялка обычная ничего особенного но для мобильного для мобильного она будет интерес рынка видите какой 9 и 4 на следующая игра всем известная арена f2 которую одна большая компания сначала из всех магазинов выкинула на потом я вообще закрыли то есть почему я не заговорил потому что некая компания ранг об games решила что-то подобное сделать и даже устраивает уже закрытый бета-тест но любопытная любопытная штука посмотрим то есть я не буду выкладывать именно геймплей все у меня есть на канале посмотреть большинство большинство из этих игр есть канале кроме тех которые либо в закрытом бета-тесте либо там надо через вичат регистрироваться так следующая игра у нас fortnight все ее знают она есть мобильная может кто-то не забыл но она есть мобильная версия на fortnight всем известна следующая игра от российских российско-белорусских разработчиков называется battle prime значит в магазине в google play ее нету тоже по каким-то там странным права ну и задвижка то есть на ее можно скачать на официальном сайте бесплатно поиграть в принципе неплохая в принципе следующая игра у нас battlefield mobile почему она так низко находится потому что в бета-тесте выкатили что-то очень странное очень странно и то есть но скорее всего даст на скорее всего сделает хотя начаться выпускает 2042 там тоже что-то непонятно всем уже все пишут что она не battlefield а статорфилд здесь они тоже выпустили очень что-то странное я даже не стал геймплей выкладывать потому что что-то как бы непонятно ну возможно какой там потом доделают то есть денег много эта компания можно допилить следующая игра называется lost light вообще в китае два главных разработчика мобильных игр это над easy games и tencent то есть над easy самое любопытное то есть вот эта штука она находится сейчас в бета-тесте но у нее есть не только можно мне поиграть через эмулятор у нее есть и клиент для компьютера прямой клиент то есть на канале будет следующее видео я сравню я записал как бы или с эмулятора записал и записал как бы с с компьютерного клиента то есть в принципе там одно и то же просто на компьютерном клиенте графика лучше лагов меньше вот у них есть еще такая bad lander знал ну они сперва выпустили вот эту штуку то есть это такое говорят что это какой-то клон таркова да ну то есть по механике то есть вы главный смысл вообще вот этих игр это вы лутаетесь бесконечно то есть вы идете в некую миссию да и у таетесь если вас убили весь лут не только который вы собрали но из которого вы пошли он пропал и получается то же самое как типа в battle рояле на то есть там вы боретесь как бы за первое место а здесь вы говорите за лут ну то есть лут как бы максим в максимальном своем исполнении то есть сначала они вот это выпустили уже в какой-то бета-тест сейчас они выпускают вот эту штуку она уже на русском не может поиграть а самое главное что с мобильного клиента из компьютерного аккаунт один и тот же то есть вы можете играть как на мобильном собирать этот лут так из компьютера тоже но любопытно но графика понятно как а что вы хотели на значит следующее следующая у нас игра от riot games это valorant всем известной мобильная вот они что-то с ней затянули поэтому компания над изи сделала свою штуку то есть такой же такой же valorant называется project m и причем она уже то есть вот эту игру пока еще никто не видел а эту игру эту игру уже можно обзоры посмотреть то есть закрытый бета-тест уже прошел в принципе можете посмотреть как они будут права делить между собой ну как бы непонятно но то есть что что это valorant что этого ларт нет кто играл я как бы в него не играл мне как мне свой интересно следующая игра у нас мобильная версия apix legends вообще на самом деле вот эта штука все ожидали что она будет как бы лучшие на первом месте потому что как бы apix legends из таких мобильных шутеров то есть он уверенно держит первые места там и в стиме и так далее но оказалось что вот этот вот именно мобильная версия она оказалась очень медленно очень медленно то есть главное главное в апексе его преимущество то что это очень быстрый шутер очень быстрый шутер с вертикальным геймплеем здесь получился очень медленный шутер но возможно допилит как бы но пока вот все показывают закрытые бета-тест она очень сильно тормозит как бы на вот поэтому она у нас первое место не занимает следующая игра который вообще никто не знает это арена breakout на самом деле название не такое то есть название у нее китайская вот видите китайской но так и как-то перевели из китайского языка то есть что это за игра это такая же версия таркова мобильные на примерно как вот эта но если вот эта штука она от 3 лица вы эта штука она третьего лица а вот эта штука на от первого лица и с очень неплохой график с очень неплохой графикой то есть возможно она как бы возможно будет каком-то второе место занимать единственное что пока непонятно будет ли глобальная версия игры то есть значит она сейчас вообще даже на английский язык не переведена игла тест идет только в китае вот но игра очень по графике она очень любопытно поэтому на занимает такое высокое положение смотрите как бы ну и ролики там ну и сама игра кстати все обычно делают ролики прям очень крутые а игра так себе по графике здесь как бы графика роликом соответствует то есть возможно это будет самая красивая игра вообще мобильная будет ли она глобальная непонятно но тоже вы и лутаетесь там понятно начну и как бы лидеры у нас да это кстати игра самая любопытно что-то игра тоже от tencent то есть этот второй у нас главный на самом деле он первый то есть главный производитель мобильных игр в китае и в мире тоже н а компания tencent значит то есть вот этот акцент с центовская игра ну и кстати вот это тоже танца то сантовской на самом деле но всеми всеми знакомы пугах 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 до сих пор он до сих пор у него кто-то все играет я в него как бы обзоры делал то есть но пуг понятно пугах вот это королевская битва но все что они хотят в нем внутри него на этом же движке сделать что-нибудь другое получается вообще странная вещь зомби режим вот у меня есть обзор как бы pvp режим тоже очень странно все очень странная не кстати там полом метро режим тоже есть тоже с лутанием а вот значит далее у нас идет пункт new state в котором вроде как говорят графику еще подтянули на самом деле то есть может посмотреть видео сравнение то есть пугу new state и следующие игры которые нас на первом месте а вот мы именно по графике по геймплею то вряд ли на самом наверное потому что движок тоже самое осталось а вот а по графике вроде как немножко подтянули но и первое место у нас всем всем понятно всем известно то есть единственная мобильная игра которая интересно сама по себе там ну понятно графика там не такая как на десктопе на компьютере но она интересна геймплеем то есть в нее столько всего впихнули то есть там есть и королевская битва и pvp и пв и все на свете там сейчас эти новые карты сейчас будет наверно ролик сейчас я сяду даже записывать как новая карта вышла на запишем что за на ценовой карты а вот что здесь все на самом деле есть то есть они столько сюда всего впихнули разного причем по геймплею по графике то понятно более-менее все то же самое а по геймплею впихнули все что только можно поэтому она у нас хотели кстати warzone сюда впихнуть но что-то передумали по моему то ли то ли они отдельно хотели делать то и сюда впихнуть режим warzone но передумали то есть call of duty у нас занимает гордые первыми если вы хотите пострелять устанавливать эту игру вы настреляетесь то есть не ничего лучше именно по стрельбе вы не найдете никакие там миллионы клонов клубков миллионы клуб клонов кс-гоу как бы они рядом не стоят здесь есть и кс-гоу и pvp и все на свете и королевская битва кому обзор был интересен подписывайтесь ставьте лайки поддержать канал можно донатике ссылки по описании